Полковник МВД Таджикистана и командующий ОМОН Гульмурот Халимов в 2015 году примкнул к исламскому государству. Это стало достаточно серьезным шлепком в лицо таджикских властей. Он стал одним из высокопоставленных военных чинов, официальных чинов, которые покинули Таджикистан и примкнули к АСИС. И за информацию о местонахождении которого американцы обещали где-то 3 миллиона долларов. В данный момент, где он находится, нам неизвестно. В заявлении сегодняшнего министерства юстиции было сказано, что он был убит в Сирии. Но доказательств тому нет, никто его тело не видел. Так вот, Бехрус, сын этого человека, когда был арестован 2 года назад, мать про него рассказывала, что этот парень действительно стал жертвой деятельности своего отца. Он не стал больше, он не смог больше учиться после того, как он окончил школу. Он подался на рынок, ближайший в Душанбе, он закупал какие-то продукты, привозил в свой в Арзопский район. Они с мамой продавали, они бедствовали. И когда этого мальчика арестовали, и его обвинили в пособничестве, в попытке совершения преступления, к нему было достаточно двоякое отношение на уровне прессы. Сегодня его имя промелькнуло достаточно серьезно. Его назвали одним из организаторов волнений в тюрьме Вахдата, которую очень многие, я считаю, и журналисты восприняли это с удивлением. Сегодня он значится в списках убитых в ходе волнений людей. Реакции его родных, насколько я знаю, они уже начали давать какие-то интервью средствам массовой информации. Я думаю, что будет самое печальное, потому что после того, как Гульмурот Халимов примкнул к Айсис, его семья очень много страдала, потому что это принесло для них очень много проблем.